В мире национального единства лидер нации президент республики Таджикистан, уважаемый Эмам Алирахмон, в районе Рудаки также открыл первую очередь Центра торговли и обслуживания Давлатисафар. Как в Таджикистане обманывают избирателей? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете о большом обмане в Эмам Алирахмона. Эти данные взяты из открытых источников и полноценно утверждать мы это не можем, но мы готовы об этом рассказать. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. 1 октября глава Таджикистана в районе Рудаки открыл первую очередь Центра торговли и обслуживания Давлатисафар, на втором этаже которого был оборудован швейный цех со ста рабочими местами. Мы очень благодарны главе государства за принимаемые меры по повышению статуса женщин и их активному участию в развитии всех сфер нашей жизни. Пресс-служба президента Таджикистана опубликовала фотографии женщин в спецодежде за швейными машинами. Мамали Рахмон, поговорив с женщинами, дал высокую оценку инициативе предпринимателей по обеспечению женщин и девушек постоянными рабочими местами. Как сообщается, ответственные лица отдела по делам женщин и семьи Хукумата администрации района Рудаки рассказали главе государства, что все женщины и девушки были привлечены к работе и охвачены обучением на краткосрочных курсах. В настоящее время в этом цеху производится пошив десятков наименований продукции, таких как школьная форма одежды для мальчиков и девочек, медицинские халаты, платья чакан и папури, постельное белье и т.д. Говорилось в сообщении пресс-службы президента Таджикистана. Корреспонденты местных СМИ утром 2 октября побывали в ЦТО Давлате-Зафар и на втором этаже обнаружили пустой зал. О прошедшем накануне торжественной церемонии открытия свидетельствовали лишь плакаты, лозунги и постеры, а само предприятие не рабочее. Как вы относитесь к такой показухе со стороны властей? Свои отиты пишите нам в комментарии под этим видео. Трое из женщин-швей на условиях анонимности рассказали корреспонденту, что местные чиновники посадили их за швейные машины во время открытия главой Государства Центра торговли и обслуживания. За 4 дня до церемонии открытия швейного цеха мне позвонили из районного Хукмата и попросили подготовиться к выставке народной одежды. В день открытия швейного цеха нас попросили посидеть за швейными машинами, я сама швея и очень обрадовалась. Подумала, что отныне буду работать здесь. Но после отъезда президента работники Хукмата приказали нам делать уборку в помещении и разойтись по домам. До сих пор жду звонка и приглашения на работу, говорит одна из женщин. Другая наша собеседница сильно удивилась, узнав о том, что все швеи якобы прошли обучение на краткосрочных курсах. По словам женщины, чиновники районной администрации ее также пригласили на выставку национальной одежде, а в итоге она оказалась будто в форском швейном цехе. Во время открытия швейного цеха президента Рахмона сопровождала муслима Саид Муродова, заведующий отделом работы с женщинами Хукмата района Рудаки. В беседе она сообщила, что швейный цех оборудован местным предпринимателем и там будут работать 50, а не 100 местных женщин. Женщины очень устали и после церемонии открытия поехали домой, отметила она. На вопрос, почему в помещении пустой нет ни одной швейной машины, чиновница ответила, что швейные машины принадлежали другому предприятию, а работницы цеха будут работать на своих швейных машинках. Когда цех начнет работу, неизвестно, но по словам Саид Муродовой, там будет налажен пошив защитных масок. Президент Таджикистана Иммали Рахмон во время рабочих поездок по регионам все чаще принимает участие в открытиях различных объектов, построенных местными предпринимателями. Критики часто подвергаются и сами поездки президента по регионам, расходы которых не разглашаются общественности. В СМИ ранее часто появлялась информация о том, как тот или иной предприниматель или бюджетник в добровольно-принудительном порядке был вынужден потратить свои средства для достойной встречи президента. В кавычках, конечно же. Жители района Рудаки Саид Баймуродов считают, что местные власти занимаются очковтирательством и ведут главу государства в заблуждение, рапортовав о создании новых рабочих мест. Однако Рауф Хамидов, другой местный житель, не исключает, что голова государства прекрасно знает о том, что творится на местах, но делает вид, что ничего страшного не происходит. Не стоит игнорировать эти факты, а стоит попытаться все изменить, пойдя на выборы и отдав свой голос достойному человеку. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.